Всякий раз провожая старый год и встречая новый, мы с возвышенным чувством, а порой и с некоторым пафосом, обозначаем это событие словами «переступить порог». По мнению автора Ветхозаветной книги Псалмов, таких моментов в жизни человека может быть 70, а если был чуток покрепче, то 80. Дней лет наших, пишет псалмист, 70 лет, а при большей крепости – 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Складывается впечатление, что это и есть горькая суета и тяжкий труд человека – обивать пороги жизни. К сожалению, уходящий 2021 год не стал исключением. Многим он принес потрясения, переживания, потери, иногда слезы и глубокие рыдания. Каждый человек надеется, что в старом году останутся все его неудачи, все проблемы и неприятности. А через приоткрытую дверь Нового года ему видится, как сбываются все мечты, как развеиваются тучи переживаний, как возводятся мосты возможностей. Потому и загадывают люди желания, потому и дарят подарки друг другу, потому и тратятся целые состояния на праздничные столы с разнообразием еды и напитков. Но не успеет отшуметь эта череда новогодних праздников, как в очередной раз убеждаешься – проблемы остались на месте, трудности не уменьшились, а здоровье вызывает серьезные опасения. Современному человеку необходимо осознать, что связывать свои ожидания нужно не просто с новым отрезком времени, а с конкретными переменами в мышлении и в действиях. Народная мудрость гласит, бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Именно по этой причине в канун Нового года и рождественских праздников хочу пожелать всем вам, дорогие друзья, ясного мышления, здравого подхода к жизни и ее особенностям. Приложите максимум усилий к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, ведь с ним, со здоровьем связаны и наши радости, и наши переживания. Продолжайте или начните делать зарядку. Правильно питайтесь, не употребляя вредных продуктов и вредных напитков. Порадуйте себя в этом году полноценным отдыхом, в котором будет больше свежего воздуха, солнечного тепла и света, и меньше компьютеров, интернета и душных комнат. Уделяйте время для общения с вашими близкими и родными. Говорите им комплименты, преподносите им сюрпризы, окружите их вниманием и заботой. Пусть минуты и часы, проведенные вместе, принесут вам месяцы и годы добрых отношений, радостных встреч и теплых воспоминаний. Выделите время для своего личного, духовного и профессионального роста. Читайте и смотрите то, что принесет вам действительную пользу, а не просто заберет время и оставит ни с чем. Пусть найдется в новом году место и для серьезного размышления над извечными вопросами. Какие мои отношения с Богом и что я скажу Ему, представ однажды перед Его судом? Это главные вопросы в жизни, на которые, к сожалению, часто не хватает времени из-за огромного количества менее значимых вопросов. Уделите им внимание, ведь в результате правильных ответов многое может измениться в вашей жизни. Пусть в новом году для вас по-новому предстанет Иисус, Рождество которого многие христиане отмечают в эти дни. Пусть Он продолжает оставаться для вас живой надеждой и светлой радостью в течение всего наступающего года и в течение всей вашей жизни. С Новым Годом вас, дорогие друзья! Успехов вам, счастья и просто хорошего настроения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова